Как правило, готовясь к празднику, мы решаем все вопросы скопом и на бегу. Покупаем подарки, первыми подвернувшиеся под руку. Примеряем старые наряды. Естественно, что надеть, как всегда, нечего, а покупать некогда. Выстаиваем в очередях за продуктами. Конечно, после такой гонки с препятствиями мы безмерно устаем. Может быть, все-таки пришло время выдохнуть? Усаживайтесь поудобнее, друзья мои. Сейчас расскажем, что посмотреть на долгих и счастливых каникулах. На новогодние праздники вы остались дома? Целыми днями смотрите телевизор? Тогда посмотрите наш хит-парад лучших новогодних фильмов. Итак, на 10 месте Старый Новый год. В фильме представлен целый пантеон звезд. Роберт Де Ниро, Сара Джессика Паркер, Мишель Пфайфер и Тиль Швайгер. 8 историй о жителях города, который никогда не спит. В канун Нового года жители Нью-Йорка пересмотрели свои жизненные ценности. А вы знали, что у Санты есть брат? Фильм 2007 года Фред Клаус, брат Санты, рассказывает о нерадивом брате сказочного деда, который не любит Рождество и, по иронии судьбы, должен спасти праздник. Вин Свон, похоже, очень любит Рождество. В 2008 году он снялся еще в одной новогодней комедии с очаровательной Рис Уизерспун. Идеальная пара, которая категорически не приемлет брачный союз. Виной тому неудачный пример браков родителей Кейт и Бреда. Ситуация меняется, когда им приходится посетить аж 4 рождественских праздника. На седьмом месте нашего чарта лирическая комедия с элементами боевика «Бедная Саша». Незадачливый вор проникает в квартиру, где его ждет маленькая девочка. Она предлагает ему ограбить банк ее мамы, чтобы та побольше была дома. И она не будет заявлять в полицию. Чем закончилась новогодняя история, смотрите сами. Много фильмов строится на идее, что есть те, кто Рождество просто ненавидит. Гринч как раз из таких. На главную роль пробовались также Джек Николсон и Эдди Мерфи. Но роль досталась Джиму Керри, на грим которого уходило ежедневно по 3 часа. Грим, кстати, стал одним из самых популярных на различных вечеринках. А Энтони Хопкинс озвучил и записал весь закадровый текст за один день. Профессионал, что тут скажешь. Игры со временем? Почему бы и нет? В новогоднюю ночь возможно все. Даже познакомиться с любимым в прошлом и предотвратить трагедию в будущем. Тариф новогодний. Мария Аронова вспоминает. Самые смешные моменты были, когда снимали меня в роли водительницы. По-настоящему управлять новогодним автобусом не пришлось. Меня возили на специальной каталке. Но у меня есть права категории B и C. Так что, если надо, сяду за руль фуры, не задумываясь. На четвертом месте елки. Причем и первые, и вторые, и третьи. Пожалуй, самая известная трилогия российских режиссеров. В фильмах есть отсылки к популярным американским фильмам. Например, когда Борис выбивает окно раковиной, это из фильма пролетая над гнездом кукушки. А когда он говорит «Я море не видел», отсылка к ленте достучаться до небес. А Иван Ургант не стал учить китайский и изобрел свой собственный. Как ни странно, в «Тройке лидеров» довольно старые фильмы. И так Бронзу получает фильм 2003 года «Реальная любовь». Он представляет собой 10 параллельно развивающихся новелл. Создатель фильма Ричард Кертис признался, что на создание каждого романтического фильма у него уходило 3-4 года. Чтобы реализовать все свои задумки, ему не хватило бы и жизни. Поэтому он решил соединить все фильмы в один. И только в конце фильма становится ясно, как все герои связаны между собой. Здесь тьма знаменитостей. Хью Грант, Кира Найтли, Билл Найи и Колин Фёрд и даже Мистер Бин. А Клаудия Шифер, например, за минутную роль получила гонорар в 200 тысяч фунтов стерлингов. Второе место нашего рейтинга занимает американский фильм 1990 года «Один дома». Сюжет этого фильма знаком, кажется, всем. А вот интересные детали знают единицы. Фирменное выражение лица Кевина – широко открытые глаза, приоткрытый рот и прижатые к щекам руки – является отсылкой к известной картине Эдварда Мунка «Крик». Дом Макалистров, который тщетно пытались обчистить, не декорация, а настоящий дом, построенный в 20-х годах прошлого века. Он находится в деревне Подчикаго и внесен в туристический список достопримечательностей штата Иллинойс. У ленты есть и вторая часть. На этот раз Кевин потерялся в Нью-Йорке. И победитель нашего хит-парада – ну, конечно же, какой же Новый год без иронии судьбы. Ежегодно мы смотрим эту ленту, начиная аж с 1976 года. Вопреки легенде, сцены в бане снимали не в знаменитых сандунах. Это весы отсюда брали, вот эти, весь ржавые весы. А снимали мы перемычки между павильонами на Мосфильме. Понимаешь, была страшная холодрыга. Вот пивом только, с водкой действительно спасались. Закалю дать на, галка, только на, галка, будь счастлива. Ну, какие все-таки мерзавцы. Предбанник соорудили вообще под лестницей. По словам актеров, вытерпеть ночь без сугреву было невозможно. Но то был первый день съемок, где играть надо было еще трезвых. А вот на второй день, когда надо было изобразить уже изрядно подвыпивших, актеры были абсолютно трезвые. К слову, сама идея не взята с потолка. Прототипы Жени Лукашина и компании действительно были в далеком 68-м году. Правда, настоящий герой уехал тогда в Киев. На роль Нади пробовались Людмила Бурченко, Светлана Немоляева и Алиса Френдли. Но только в «Барбаре» Брыльска-Рязанов увидел все те качества, которыми должна обладать главная героиня. А вот Жени Лукашина мог стать Андрей Миронов. Но сейчас даже трудно представить себе других Надю и Женю. Смотрим и наслаждаемся. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь.